Тверские волонтёры штаба помощь Донбассу отправили в зону СВО очередной гуманитарный груз. На этот раз на подмогу нашим бойцам уехали три санитарные буханки, специально оборудованные для транспортировки раненых. Автомобили были отправлены при поддержке правительства Тверской области. Подробности в первом материале нашего выпуска. Тверская область является крупнейшей точкой на карте гуманитарной помощи СВО. Так в августе волонтёры штаба помощь Донбассу подготовили ещё три санитарных автомобиля УАЗ для отправки. Они встанут на службу спецназу, медикам, десантникам. Машина оборудована носилками и всем необходимым для транспортировки раненых. Раненый, солдат, довезённый вовремя в госпиталь. Это спасённый отец, муж, брат, спасённый житель Российской Федерации. Мы благодарим правительство Тверской области за то, что так разумно распорядились транспортными средствами и через наш Тверской волонтёрский штаб они переданы на нужды наших бойцов. Всё делается во имя большой победы. Правительство Тверской области совместно с добровольцами штаба помощь Донбассу начали реализовывать программу по обеспечению транспортом бойцов-участников специальной военной операции. Это лучший пример консолидации самоорганизованных тверичан и правительства Тверской области. Пример, как можно эффективно помогать фронту, перераспределяя ресурс гражданской сферы. Немаловажную роль здесь играет и активность самих граждан, что не раз подчёркивал и губернатор. Сегодня каждый район региона самостоятельно инициативно готовит и отправляет гуманитарную помощь для наших военнослужащих. Это питание, одежда, стройматериалы, генераторы. Никто сегодня не остаётся в стороне. Все ждут наших героев с победой. Тверской волонтёрский штаб «Помощь Донбассу» — один из крупных в стране, организован в феврале 2022 года. В общем чате в социальных сетях состоят свыше 4000 активных участников, которые занимаются сборами пожертвований и формированием гуманитарного груза, закупают медикаменты, квадрокоптеры, прицелы и другую сложную технику. Это всё поступление от наших сочатовцев, так можно сказать. И не важно, какая это сумма. Кто-то 50 рублей может, для кого-то это много. Кто-то 50 тысяч, кто-то 500 рублей. Есть организации, которые переводят достаточно крупные суммы. На сегодняшний день под крылом тверских волонтёров несколько объектов, в частности медики. Мы работаем от Свата до Запорожья. То есть практически вся зона боевого соприкосновения. Сейчас мы можем доставить груз практически в любое место. Если в прошлом году упор больше делался на медицинское оборудование, мебель и расходники, то в этом году больше на умную технику, вроде коптеров, средств связи и автомобилей. С начала года Тверской штаб «Помощь Донбассу» отправил в зону СВО 17 транспортных средств. Это внедорожники L200, квадроцикл и несколько УАЗов.